Ой, кто, чтоб проехал на каме, ой, кто, чтоб на воронному... Традиционно медовая ярмарка в Берюче — это целый праздник. Пчеловоды приезжают сюда не столько с целью продать продукцию, сколько пообщаться с единомышленниками. И, конечно, везде так и норовят угостить. Берите мёд! Мёд берите! Семья Нечаевых приехали на ярмарку из села Верхососна. Пчеловодством занимается уже 10 лет. Маленькая дочка Катя тоже помогает. Могу покачать даже мёд. Да ты что! А ты не боишься пчёл? Они же кусаются. Ну, пока ещё не знаю. Валентин Чернов качает мёд уже 45 лет. Как жалит пчела, конечно, знает, но не боится. В любимом занятии видит залог и здоровья, и долголетия. Мне уже 90 лет. Серьёзно? Выглядите прекрасно. У меня специально медовая такая, как её, вазочка есть. Я утром сажусь завтракать. Я, значит, чайные ложечки зачерпну, заглотну, чаем запью и начинаю завтракать. Солидный возраст и стаж. А у пасеки Николая Красильникова на лейбле год основания 2020. Это первая ярмарка для начинающего пчеловода. Но Николай в своём бизнесе уделил внимание не только производству, но и маркетингу. Считается это нерентабельно, да, как все так думают там. Но я считаю, если подходить правильно с нынешними тенденциями рынка, пасека должна быть доходной. Она должна приносить доход. Помимо хобби. Ну, удовольствие естественное. Без удовольствия вот этого всего не было. Я считаю, нужно выставляться на ярмарках как крупным пасечникам, пчеловодам, так и мелким. Потому что это возможность заявить о себе. И заявил. Необычная подача мёд, как маленький подарок или, напротив, дорогой знак внимания – отличный ход. Но самая лучшая реклама – качество продукта. Местные покупатели знают толк в мёде. Мёд, чтобы здесь першил. А то вот мёд. А если не першит, то что? То сахар. То не спилы вы. Не спилы. Жидкое золото, солнце в банке. Как только не называют душистый мёд. Кто-то любит определённый сбор, покупает годами у одних и тех же. Кто-то поклонник экспериментов и яркой упаковки. Но на каждую каплю мёда в Берюче нашёлся свой ценитель и покупатель. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогоря.